Здравствуйте, друзья! Вы смотрите творческий канал Ольги Мишиной. Я купила себе такой кулон в виде пуговицы покрашен. Он, если я правильно называю, в стиле Эбро, это такие краски, роспись по воде. Мне надо было покрасить крышечки и другие свои изделия. И я училась этому. И сейчас вам предлагаю посмотреть, как это может получиться. Посмотрите до конца, и вы увидите еще три образца, как у меня это получилось. Вот я взяла такую крышечку. Это от банки, от баклажки 5-литровой для воды. Стаканчик холодной воды. Вода должна быть холодной, иначе лак быстро высыхает. Будем красить лаком для ногтей. Диаметр, как бы объем нашей ванночки, должен быть немножко больше, чем предмет, который мы красим. Я взяла самый обычный лак для ногтей. Прочитала в интернете, что не надо брать дорогой лак, быстро сохнувший, иначе он будет быстро сохнуть. Я набрала в фикс-прайсе лаки по 50 рублей, и в магнит-косметик распродажа по 35 лаки. Берем лак и начинаем капать. Первые не будет видно, потому что, в смысле, первые капельки видно плохо, потому что он расплывается. Первые капельки из-за поверхностного натяжения воды очень широко расплываются. Тёмные цвета хорошо смотрятся, и лак с блёсками хорошо смотрятся. Потом я решила взять, вот возьму сейчас, я ещё не знаю, что получится. Но мне уже и это нравится. Даже релакс какой-то. Приятно наблюдать за водой. И за узорами, которые расплываются. Так, давайте-ка я возьму фиолетовый, мне захотелось взять. Если вам понравится, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Возьму немножко ярко-ярко-зелёного цвета. Лак, я уже сказала, очень дешёвый. Немножко жёлтенького. Светло-жёлтого, такого почти белого. И красного я добавлю. Вот вы увидите в конце этого видео, как лак с блёсками красиво смотрится. Но потом это наше изделие, ну или то, которое вы делаете, всегда можно сверху покрыть блёсками или прозрачным лаком с блёсками. Берём зубочистку. И вот так аккуратненько, как вам хочется. Я люблю по спиральке делать. Начинаем делать узор. Не правда ли красивый узор? Сейчас я сделаю... Сейчас свет подправлю. Но вроде бы так хорошо видно. Вот. Такой красивый узор получается. Можно что-то добавить. Вот так, например, сделать. Вот так, разное. Потом берём наш предмет. И опускаем в воду. Чуть-чуть утапливаем. И вот вынимаем. Посмотрите, какая красота получается. Значит, друзья, я сначала испугалась вот этих вот пузыриков. Вот я показываю. Вот. Потом посмотрела на тот кулон, который я купила. И я увидела, что здесь, сейчас я покажу зубочистку, есть точно такие же пузырики. Мне кажется, что они даже украшают. Вот, посмотрите, как красиво блестит. А вот, что у меня ещё получилось. Вот это моя первая работа. Здесь, видите, немножко не хватило плёночки на воде. Вот, очень красивая работа. И вот. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Потом можно эти все наши работы, но у меня это крышечки, покрыть лаком обычным. Я имею в виду не для ногтей, а лаком для художественных работ или обычным аквалаком. Подписывайтесь, ставьте лайки.